МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Жуткий, ужасающий по своей жестокости случай произошёл в Казани. Преступление. Мужчина во время пьяной ссоры с женой убил свою дочь, которой было всего чуть больше месяца от роду. Произошло это в конце мая. Младенца с серьёзной черепно-мозговой травмой доставили в одну из больниц города. Несмотря на все усилия врачей, девочка умерла спустя два дня. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснились страшные детали этого происшествия. Как оказалось, мужчина со своей женой и грудным ребёнком находились в гостях. После обильных возлияний супруги устроили скандал. Несмотря на то, что у женщины на руках был плачущий ребёнок, её супруг набросился на неё с кулаками. Он вновь стал ругаться с женой и схватил у неё из рук ребёнка и ударил головой об стол. После этого жена выхватила ребёнка из рук злоумышленника. Несмотря на это, мужчина вновь выхватил у неё ребёнка и ударил его об пол. После этого вызвали сотрудников скорой помощи. В настоящее время мужчина свою вину полностью признал судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один человек погиб, и ещё трое пострадали в результате серьёзной аварии, которая произошла в Нижнекамском районе республики. Недалеко от села Прости лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что одного из водителей от гибели не спас даже ремень безопасности. Водитель Красной Калины ехал со стороны села Прости. Иномарка двигалась в обратном направлении. Авария произошла на подъёме дороги. То есть увидеть заранее друг друга они не могли. От того и времени избежать ДТП у них практически не было. Прошло лобовое столкновение. Кто прав, кто виноват, пока неизвестно. Погиб водитель Калины 1972 года. Мы уже саму аварию не видели. Видели, машина стоит, вышли. Человек уже не живой. Вторая машина в Квете. По мере возможности помогли. И всё, вызвали скорую милицию. Водитель Калины скончался до приезда скорой помощи. Его не спас даже тот факт, что он был пристёгнут ремнём безопасности. Повреждения передней части обеих машин говорят о том, что скорость была высокой. И насколько сильным оказалось столкновение. Вторую машину от удара буквально смело с дороги. На момент ДТП в иномарке находилось два человека. В результате лобового столкновения машина выбросила в кювет. Пострадавших с различными травмами госпитализировали. И по словам специалистов, если бы не сработавшие подушки безопасности, всё могло бы сложиться иначе. Некоторые очевидцы твердят, во всём виноват водитель отечественного автомобиля. Говорят, именно он выехал на встречную полосу движения. Делать какие-либо выводы рано. С места ДТП изъят видеорегистратор, который поможет расставить все точки над «и». Около получаса длилась погоня за «Тойотой». Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось задержать машину на улице Восстания. Приехавшие на место происшествия автоинспекторы зафиксировали, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель за рулём кроссовера пытался убежать дважды. Сначала от экипажа ППС, а потом от журналистов. По словам полицейских, мужчина, управлявший автомобилем «Тойота», сразу привлёк к себе внимание. Водитель ехал на большой скорости по дворам. На требования остановиться лихач не отреагировал. На помощь пришлось подключить сотрудников автоинспекции. Любителя погонять полицейские задержали на улице Восстания. Нетрезвый водитель, убегая от стражи порядка, не справился с управлением и заехал на трамвайные рельсы. Специальный тест показал наличие алкогольного опьянения, рассказали полицейские. Теперь нарушителю грозит лишение прав как минимум на полтора года и крупный штраф. По всей видимости, автомобилистов это наказание не пугает. Автоинспектор надеется, что с 1 июля желающих погонять за рулём в пьяном виде будет меньше. Уже завтра за сам факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения можно будет схлопотать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. А с завтрашнего дня пьяных водителей начнут наконец-то сажать. С 1 июля начнут действовать соответствующие поправки в закон. В теме с Алексеем Кулешовым сегодня представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайрулин и психолог Людмила Невыструева выскажут своё мнение об эффективности такой меры. Вы сможете принять участие в разговоре. Звоните. История о похищении девушки, которая произошла в октябре прошлого года на парковке возле одного из торговых центров, наделала много шума. Тогда среди бела дня в камуфляжной форме и с оружием в руках на глазах у многочисленных свидетелей напали на молодую женщину, которая садилась в свою машину несколько мужчин. Злоумышленники скрутили её и затолкали в свой автомобиль. После чего уехали в неизвестном направлении. По версии следствия, организатором похищения оказался 32-летний казанец, который намеревался получить выкуп за освобождение девушки. С её отца он требовал 50 миллионов рублей. Однако преступный план провалился. Трое непосредственных участников были арестованы полицией и сейчас находятся в следственном изоляторе. Ещё один фигурант этой криминальной драмы до суда оставлен под подпиской о невыезде. На днях следствие по этому уголовному делу завершено. Все материалы переданы в суд. Насильно усадили её в машину, где надели на неё наручники и мешки на голову. При этом по дороге они также угрожали ей расправой и пугали электрошокером. После этого один из злоумышленников позвонил своему приятелю и попросил их укрыть на бывшей овощной базе, на улице Северо-Западная, где удерживали девушку в течение двух дней. При этом ей давали сильнодействующие транквилизаторы и также угрожали расправой. 23 октября мужчины решили поменять место укрытия и привезли девушку в один из домов на улице Мусина, где были задержаны сотрудниками полиции. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Сразу две иномарки сгорели во дворе дома номер 36 по улице Адаратского. Ауди вспыхнул в первом часу ночи. Через некоторое время огонь перекинулся на стоящий рядом «Опель». Об этом в пожарную службу сообщили очевидцы. На место происшествия выезжали две автоцистерны. По словам автовладельцев, причиной пожара стал поджог. Сумма ущерба устанавливается. Водители «Фиата» и «Опеля» не поделили дорогу в центре Казани. ДТП произошло при повороте с улицы Правобулачной на улицу Ташовека. Никто из участников не признал свою вину, обвинив в ДТП друг друга. У каждого из участников дорожно-транспортного происшествия была своя версия случившегося. Их мнения сходились лишь в одном. И водитель «Фиата» и «Опеля» рассказали, что был большой поток автомашин. В остальном их мнения расходились. Он меня подрезал. Я сколько мог, столько взял налево. И тормозной вот по 10 метров тут столько успел. Только со светофору тормозились. Водитель немецкого авто уверен своей невиновности. Говорит, не подрезал парня за рулем «Фиата». Наоборот, он обвинил молодого человека в превышении скорости и несоблюдении дистанции. Видите, как он тормознул? У меня даже практически ничего нет. Никакого движения, никакого резкого торможения. Я практически стоял. Оба автомобиля получили незначительное повреждение. Чтобы узнать, кто прав, а кто виноват, участники ДТП вызвали автоинспектор. В аварии никто не пострадал. На днях в нашей передаче мы рассказывали о мужчине, которого задержали полицейские по подозрению в краже. Напомним, на улице Шмидта злоумышленник похитил из автомобиля Toyota Land Cruiser 60 тысяч рублей и был задержан оперативниками с поличным. Позднее в квартире подозреваемого был проведен обыск. В ходе него было изъято множество вещей, которые, как предполагают полицейские, тоже были ранее похищены. Если вы узнали среди них свое имущество, то вас ждут в отделе полиции Вишневский. В настоящее время полицейскими проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям. В ходе следственного действия у подозреваемых были обнаружены различные вещи, в их числе ножи, бинокль, мобильные телефоны и большое количество портпоне. Тех, кто опознал среди них свое имущество, просят обращаться в отдел полиции Вишневский по телефону 2-912-702, а также по номерам 02 или 052. Каждый день мы рассказываем об опасности жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. А это все, я прощаюсь. А далее Алексей Кулешов и его гости. Тема. Добрый вечер, Алексей, пожалуйста. Добрый вечер и здравствуйте. За езду в состоянии алкогольного опьянения водители теперь будут сажать. Поможет ли это искоренить пьянство нас за рулем, мы обсудим прямо сейчас.